МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 40 тысяч рублей за коммунальные услуги в квитанции у жительницы села Каратузское. Откуда такие заоблачные суммы? Сейчас просто 66, я даже понять не могу, 66 кубов я воды истратила. Бассейн, наверное, у меня в подвале. Перерасчет никто не сделал за апрель месяца. Делать его, соответственно, никто не будет. В Енисейском районе дан старт спартакиаде до призывной молодежи. В соревнованиях приняли участие более 60 юнормейцев. У нас был упор на строевую подготовку. И мы ей занимались до соревнований по строевой подготовке и уравняясь с мирной. А после этого мы начали делать упор на физические занятия. Создать скоростной танк и освоить полеты на квадрокоптере. В Каннском лицее снова начал работу мобильный кванториум. И к нему мы прикрепим глаза. Это получается якобы глаза. И вот еще крылья нам надо будет прикрепить сюда. И вот сюда колеса, чтобы хотя бы чуть-чуть на танк было. Более 40 тысяч рублей. Такую сумму в квитанции выставили жительницы села Каратуское за коммунальные услуги за месяц. Откуда такие заоблачные суммы и что делать? 42 455 рублей 61 копейка. Это счет, выставленный за коммунальные услуги за апрель месяц. Буквально сегодня, говорит Лариса Снегирева, зашла в свой личный кабинет и волосы встали дыбом. В трехкомнатной квартире живет с двумя несовершеннолетними детьми. За коммуналку в среднем платила 10-11 тысяч. За март пришла платежка с суммой почти 17. А потребление холодной воды перевалило за 60 кубов. Откуда появились такие огромные суммы – просто в недоумении. В том месяце я тоже не подавала показания. Вода стоит по-среднему, но стоит в приемлемых суммах, разумных суммах, так сказать. А сейчас просто 66, я даже понять не могу, 66 кубов я воды истратила. Бассейн, наверное, у меня в подвале. Перерасчет никто не сделал за апрель месяц. И делать его, соответственно, никто не будет. То есть так и будет продолжаться. Последние показания, переданные в абонентский отдел от Ларисы, были в ноябре прошлого года. По закону специалисты предприятия посчитали по среднемесячному расходу. А с 1 марта расчет производили по нормативам потребления. Причем с применением повышающего коэффициента в полтора раза. Норматив выбран в соответствии с оборудованием дома многоквартирного. Он составляет 7,36 куба. С учетом троих проживающих и повышающего коэффициента, в месяц у нее потребление воды составило 33,12 куба. Соответственно, данный расход у нее в марте и в апреле, так как эти два месяца она не передавала показания. В администрации пояснили, многоквартирных домов в селе немного, всего 27. За горячую воду люди не платят. В районе отсутствует система горячего водоснабжения. Население добросовестное и дисциплинированное в плане оплаты коммунальных услуг. Обращений в администрацию с жалобами немного. А что касается тарифов, в Каратузском они не самые высокие по сравнению с соседними территориями. Теплоснабжение. Каратузский район имеет тариф 3418 рублей за одну гикокалорию. Шушинский район, к примеру, в этом плане выглядит таким образом. Они в диапазоне от 5000 калорий стоят до 11000 рублей. Курагинский район от 2200 рублей до 9000 рублей. А Ларисе Снегиревой в следующем месяце обещали сделать перерасчет. Но только если абонент подаст показания приборов учета в срок с 20 по 25 мая. Торжественное открытие спартакиады до призывной молодежи началось с минуты молчания. Так юнормейцы почтили память советских солдат, не вернувшихся с фронта. Эти совсем еще юные мальчишки – наследники Великой Победы нашего народа. И память о тех огненных годах будет жить в их сердцах вечно. Мы должны гордиться, что мы россияне, что мы живем в прекрасной стране. И я хочу, чтобы вы сегодня-завтра в этих соревнованиях показали мужество, достоинство, сплоченность. Равняйся. Смирно. Равнение на середину. Товарищ подполковник, команда юнормейцев, Озерновская школа номер 47 до выступления построена. В военном учетке доклад и вот уже будущие защитники Отечества браво маршируют на плацу, показая свое умение выполнять различные строевые упражнения. Ходить чеканя шаг, становиться в одну или две шеренги, выполнять команды кругом, направо, налево. Богдан Кучеров признается, к спартакиаде начали готовиться еще с осени прошлого года. Было непросто, но своим результатом ребята довольны. У нас был упор на строевую подготовку, вот, и мы ей занимались где-то до соревнований по строевой подготовке, уравняясь с Мирно. А после этого мы начали делать упор на физическое занятие, на выносливость от занятий делали, бегали в противогазах. Возвращался с вокзала домой, в сапогах и армейской шинели. С песней даже маршировать веселее. Ребята из села Верхнепашина выделяются не только своей яркой формой, но и слаженностью своих движений. Они уже защищали честь нашего района на краевых соревнованиях и теперь чувствуют себя вполне уверенно. Они гордятся, что носят форму юнормейцев. Это довольно-таки продвинутое движение юнормы. Она в молодежи воспитывает стремление, упорство, то есть идти до конца. Также все-таки патриотизм за свою родину. Физическая подготовка тоже присутствует в юнорме, так как историческая и медицина. В «Спартаке» одетопризывной молодежи принимает участие более 60 бойцов из 8 команд. Соревнования проходят в два дня. Все дороги, которые были разрушены в регионе паводками, отремонтируют. Об этом рассказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Он отметил, что к работам приступят после того, как уйдет вода. Специалисты ведомств круглосуточно мониторят участки, где из берегов вышли реки. Следят и за погодой. Сейчас главное оперативно оказывать помощь пострадавшим районам. На объектах, которые уже подтоплены, установлены информационные знаки. Плюс на некоторых участках делают насыпи, чтобы не дать воде размыть дороги. Мы готовились, мы понимали, что будет сложная весна, учитывая большие запасы снега. Мы уже заготовили все материалы во всех районах. Техника готова. Только вода сойдет, мы приступим к ремонтно-восстановительным работам. В Красноярском крае уже засеяно 45% сельхозплощадей. Аграрии обеспечены кадрами, пассивным материалом и ГСМ. Зерновые и зернобобовые посеяны на 432 тысячах гектаров. РАПС почти на 100 тысячах. На ход посевной значительно повлияли неблагоприятные погодные условия. Затяжная весна, обильные осадки и малое количество теплых и солнечных дней в конце апреля и мая. Мобильный кванториум снова в Канске. Уже второй раз образовательный проект приезжает в лице номер один, чтобы продолжить рассказывать школьникам робототехники и научить полетам на квадрокоптере. Андрей и Матвей – юные ученики кванториума. На уроках они работали над созданием танка. И не простого, а скоростного. Вот тут будут еще колеса. Да. Вот дальше будет идти. Датчик. Мы прикрепим датчик. И к нему мы прикрепим глаза. Это получается якобы будут глаза. И вот еще крылья нам надо будет прикрепить сюда. И вот сюда колеса, чтобы хотя бы чуть-чуть на танк было похоже. Образовательная робототехника – это весьма сложное направление, в которое входят физика, математика, программирование и многие другие науки. Максимально упрощенная вариация робототехники для школьников – это конструктор Лего. Все дети знакомы с ним с малых лет, поэтому робототехника начинается с Лего. А конструктору добавляют электронный компонент – мотор, датчик и компьютер. Так и программируются машинки, собранные детьми. И даже скоростной танк начинает двигаться по заданному курсу. Программирование тоже достаточно простое, но с помощью нарисованных блоков дети ставят. Они все эти блоки подписаны с картинками, благодаря чему они могут запрограммировать какую-то простую модель, которая для них понятна, понятным им, грубо говоря, языком визуальным. И тем самым куда-то продвигаться дальше и стремиться к тому, чтобы изучать уже не просто пластмассовый конструктор, а какие-то более сложные электрические компоненты. В актовом зале лицея ученики Кванториума осваивали базовые полеты на квадрокоптере. До этого ребята летали только на симуляторах. Педагог Кванториума Александр Важанов поделился, что ребята боялись взять управление квадрокоптером в собственные руки. Но после первого полета страх улетучился. Хотя с некоторыми трудностями школьники все же сталкиваются. Труднее всего это понять, где у квадрокоптера, грубо говоря, передняя часть, где задняя. Потому что если он повернут к ним боком, они уже путаются. Для них перед там, а для квадрокоптера перед здесь. Они думают, что он полетит туда, а он летит туда. Вот с этим самые такие основные проблемы. Будем надеяться, что в следующем учебном году мобильный Кванториум снова приедет в Канск. И кто-то из его учеников получит дополнительный импульс и свяжет свою будущую профессию с научно-техническим творчеством. Больше, чем музей. Такая тема всероссийской акции «Ночь музеев» в этом году. В рамках мероприятия в Лесосибирске было подготовлено шесть локаций. На них рассказывали о технических и научных достижениях человечества в различных сферах жизни. Тематика была предложена изначально. Это всероссийская акция. И мы ежегодно принимаем в ней участие. Просто формат проведения мероприятия выбирает каждый музей сам. Мы решили сделать вот в таком формате в виде нескольких локаций. На каждой площадке посетителей выставочного зала ждали познавательной истории мастер-классы. Например, Андрей Греков показал музыкальные инструменты из дерева, которые сделал своими руками. Данный инструмент называется балалайка. Вот именно таким вот образом выглядела первая балалайка. Примерно. Атакул, как мы видим ее сейчас, да, там треугольная форма. В 19 веке. Виртуоз Василий Андреев. То есть видоизменил и добавил еще одну сумму. Интересно было всем. И взрослым, и школьникам. А гости Лесосибирска отправились в путешествие во времени, где им рассказали об истории фотографии и о развитии письменности. В 1925 году вместо способа записи через рупор начали пользоваться электроакустическим способом. То есть способом записи через микрофон. В 30-40-х годах развилась магнитная запись. Для юных посетителей была подготовлена отдельная площадка. Ожившие картинки. Ребятам рассказывали о становлении кинематографа на примере мультипликации. Ребятишки играли, выполняли задания и отвечали на вопросы. Самый-самый первый мультфильм, который создал Олд Дисней – «Белоснежка и семь гномов». Несмотря на то, что гости на мероприятии были разного возраста, каждый присутствующий выделил для себя лучшую локацию. Для детей очень познавательно. Во-первых, тут и детская площадка, прямо они занимаются без родителей. То есть мы можем спокойно пройтись по всем остальным, посмотреть. Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году прошла интересно и познавательно. Гости здорово провели время, а сотрудники музея в очередной раз подготовили яркую и насыщенную программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова